Всем привет! На период этого видео я стану синегами и покажу вам, как создать этот Rasen Suviken. Я создал этот эффект специально для использования с постпроцессингом, потому что без него он выглядит вот так. Для начала покажу вам, как создать главную текстуру для этого эффекта. Нужно выбрать инструмент-мноугольник, выставить 4 стороны, звездочку с глубиной лучей 82% и выставить ее на самой картинке. Вот так. После чего нужно перейти в фильтр и сделать радиальное размытие. Количество должно быть 25 и качественно лучше. Вот так. После чего картинку нужно уменьшить, чтобы ровно сделать скручивание не только по центру, а еще и по краям. Нужно перейти в фильтр, искажение, скручивание. И вместо скручивания на 200 единиц. Вот так. И после чего увеличить картинку. Можно еще немножко сделать разметие по хаосу. Вот так. Буквально чуть-чуть. Потом нужно еще раз копировать эту картинку, сделать ее меньше и повернуть. Вот примерно вот таким образом. И сохранить это все без черного фона. Например, как PNG. Я уже создавал эффект ранее, но сейчас покажу вам, как создать его с нуля на Universal Rendered Pipeline. С использованием шейдера графа. Для всех материалов я буду использовать вот этот единственный шейдер. Он устроен достаточно просто. Есть текстура, есть цвет, который я могу изменять, как текстуру в материале. И есть Vertex Color для управления цветом с системой частиц. Это Transparent Alpha Blended Shader. Он двухсторонний. Вот галочка. Процесс создания эффекта я начну с вот такой вот Рассанган сферы. Для этого, как обычно, нужно создать новую систему частиц. И в этой системе частиц нужно выставить скорость на 0 и вкладку Shape полностью отключить. В Emission вместо Rate Overtime выставить бурст одной частицы. И сразу выберу вот такую вот текстуру. Для этой частицы нужно выставить максимальный размер, какое-то большое значение. Допустим 32, чтобы она не одолялась при приближении камеры. И Render Alignment вместо View нужно выставить Facing, чтобы частица вела себя как 3D объект. Вот так. Цвет пусть будет вот такой ярко-голубой. Размер 0.1 слишком большой по сравнению с размером персонажей, со стандартным размером персонажей для юнита. Поэтому пусть будет размер 0.5. И выставлю Lifetime пусть будет 0.5, Duration 0.4. И с помощью Color Overall Time сделаю в сфере плавное появление и исчезновение. Вот так. Еще можно сделать в сфере случайный угол поворота. От 0 до 306 градусов. Также Rassenhan имеет какое-то свечение внутри. Поэтому я скопирую еще раз этот компонент. Перемную его на Glow. И вместо вот такого материала нужно выбрать какой-то материал наподобие этого. В материале я использую Emission, без цвета значения Emission на 2. И Shender я показывал буквально одну минуту назад. И цвет пусть будет темный. Размер должен быть как размер вот этой главной сферы. Мне кажется сейчас он маловат, поэтому пусть будет 0.55. Вот так. Но как вы знаете по ниме, Rassenhan не статичен. И я хочу сейчас добавить какое-то моргание света. Поэтому еще раз копирую компонент Glow. Перемываю его на Clipping. И для этой частицы цвет пусть будет вот такой вот яркий. И это свечение должно быть в 2 раза больше, чем сама сфера. Допустим. Вот такое. Так как она должна постоянно моргать, она должна жить какой-то маленький промежуток времени. Поэтому Duration я ставлю на 0.1 и Lifetime также на 0.1. Хотя это пусть будет между 2 значения. 0.1 и 0.15. И кривую Color of Rolatine я изменю на вот такую. Где максимальная непрозрачность в середине жизни. Но как вы видите, в Rassenhan есть еще вот такие вот трейлы внутри. Для них я создам новую систему частиц. Трейлы можно создать хоть с помощью модели, хоть с помощью обычных вот вкладки трейл с использованием орбитальной скорости в вкладке Velocity. Но я в моем случае буду использовать вот такую вот модель. Это модель вот полусферы. Вот такой типа в виде трейла. Тут для трейлов также нужно включить Shape и выставить скорость на 0. Потому что я хочу их вращать с помощью Rotation over Life. Duration of Time пусть будет 1.1. В качестве материала я буду использовать вот такую вот точку. Но уже Submission не 2, а Submission 10 значением. Как вы могли заметить, у меня вот есть вот такое вот свечение вокруг вот этих эффектов. Это все из-за использования Volume Bloom. То есть вот такого постэффекта. Сразу выберу модель. Так. Вот. И Render Element нужно выставить в Local, чтобы модель не вращалась вслед за камерой. Я уже создавал этот эффект ранее, поэтому знаю, какой размер можно выставить. Поэтому вот сразу выставлю вот такие вот значения. И выберу вот такой вот ярко-голубой цвет. Также этой модели нужно задать случайный угол поворота в начале. От 0 до 306 градусов по трем осям. И эти трейлы должны вращаться, потому что вот в аниме они вот вращаются внутри Росенгала. Поэтому с помощью вкладки Rotation Overlap Time можно сделать вращение, допустим, с помощью вот разных двух значений, чтобы добавить какого-то рандома. Вот так. Также вот этим трейлом можно выставить случайный размер. Допустим, с помощью вкладки Size Overlap Time. И выбрать не одно значение, а Random Between Two Cours. Вот так. И подниму вторую кривую. Вот так. Трейлом также можно сделать плавное появление и исчезновение с помощью вкладки Color Overlap Time. Теперь я хочу добавить каких-то искр. Поэтому для них нужно сделать новую систему частиц. Пусть Lifetime будет 1 и Duration 1. И сразу для искр выставлю какой-то маленький размер. Вот самый маленький, допустим, от 0.2 до 0.4. И в качестве материала я буду использовать вот такую вот частицу с Emission 10. Так. Вот. Чтобы частицы имели длинную форму, вместо Render Mode нужно использовать Stretched Billboard частицы. И пусть их длина будет вот так, 6. Значение 6. И сразу выберу частицам цвет. Пусть будет такой фиолетовый. Но они сейчас, мне кажется, сильно яркими. Поэтому выставлю им значение прозрачности на, допустим, 160 единиц. И в Emission пусть будет 40 частиц появляться. Вот. Вместо обычной скорости я ее сейчас отключу. Я хочу использовать орбитальную скорость. Выставлю это значение случайное между двух значений. И пусть орбитальная скорость будет 10 и 10 по оси Х. И по другим осям от минус 4 до 4, чтобы добавить какого-то рандома. Shape тут стоит сейчас стандартный конус. Но я выберу вместо конуса Circle. И чтобы они вращались ровно вокруг, как, допустим, вот в RASAN SEVIKENIA, я сделаю им... Нужно повернуть их на 90 градусов. Вот так. И радиус пусть будет 0,01. И радиус sickness 0,04. Теперь, чтобы они вот разлетались, нужно выставить радиальную скорость. Вот какое-то минимальное значение. И сделать разлет чуть больше с помощью оффсета. То есть пусть значение оффсет будет от минус 0,3 до 0,3 единиц. Вот так. И чтобы частицы плавно появлялись и исчезали, можно использовать как ColorOverLoftTime, так и SizeOverLoftTime. В моем случае я буду использовать вот такую вот кривую для размера. Вот. Теперь они плавно появляются и исчезают. Еще им можно выставить случайную позицию. Немножко ее рандомизировать с помощью вот этого значения в укладке Shape. Пусть это значение будет 0,1. Хотя это слишком большое. Вот 0,2. Сейчас это скорее похоже на RASAN HAN. Но я вам хочу показать, как сделать подобный RASAN SEVIKEN. Поэтому я сейчас добавлю вот в эту систему частицы вот такой материал. Для этого нужно создать новую систему частиц. FX Particle System. Перемой ее на Suriken. Тут также нужно отключить вкладку Shape. И скорость выставить на 0. И в Emission выставить одну частицу. С помощью Burst. Размер пусть будет 2. И в рендере я буду использовать вот такую вот текстуру. Как ее сделать я показал еще в начале видео. Этой частице нужно выставить Render Alignment Local. И повернуть на 90 градусов. Потому что как раз она лежит в этой плоскости. Как допустим на вот этом референсе. Duration пусть будет 0.1 и Lifetime от 0.1 до 0.11. С вот таким вот градиентом для за время жизни. Чтобы эта частица моргала. Кстати максимальный размер и тоже нужно выставить какой-то большой. Чтобы она не одарялась. И цвет я выберу вот такой вот темно-серый. Но этой частице нужно сделать разметие. Чтобы она как бы и вращалась и размывалась в это время. Текстуру которая нужна для разметия можно создать следующим образом. Достаточно выбрать обычную кисть. И вествовать несколько точек на рисунке. И сделать радиальное размытие. Это нужно повторить несколько раз. Размытие и вращение я буду делать с помощью шейдера. Который я использую для всех материалов. Вот открою его в шейдер графе. Давайте вот сделаю окошечко чуть побольше. Вращать можно с помощью нода Rotate. Его нужно подключить в UV главной текстуры. Вращать я буду с помощью значения. Которое можно будет задать материале. Пусть оно изначально стоит 0. И его нужно перемножить со временем. Чтобы потом добавить значение Rotation. Вот так. Rotation Speed можно выставить сразу. В принципе. Вот так. И как вы видите сейчас этот свекен начал вращаться. Но он никак не разбивается. Поэтому нужно добавить еще одну текстуру. Назову ее Noise. И в качестве текстуры нужно использовать текстуру размытия. Которую я показал как сделать буквально минуту назад. Скопирую этот нод. Текстур sample. И чтобы искажение не влияло абсолютно на все частицы. Я хочу управлять этим значением с помощью UV. С помощью Custom Data. В самих частицах. То есть. Я сейчас добавлю UV координаты. И с помощью нода Split можно их разделить. Вот так. В этом случае я буду использовать значение B. Перемножу это значение с главной текстурой. Вот так. Буду использовать Red канал текстуры размытия. И это все нужно добавить в UV главной текстуры. С помощью нода Add. Вот так. Сейчас вы не видите никакого размытия. Потому что этим размытием можно управлять только с помощью Custom Data. Потому что я значение текстуры перемножил с UV координатами B. Чтобы выключить Custom Data. Достаточно нажать вот тут галочку. И выбрать нужное значение. Тут значение B. Поэтому нужно в Custom Data выбрать Custom XY. Оно из-за значения UV XY стало ZV. И в Custom Data это будет первое значение. Вот. Так. Это слишком огромное значение. Пусть будет 0.1. Как видите оно размывается. Но размывается по кругу. Потому что я не выбирал текстуру для размытия. Вот так. Теперь оно нормально размывается. Но чтобы добавить Random Effect. Нужно сделать какую-то кривую для этого значения. С помощью вот самой кривой. Я уже подготовил вот такую кривую. И вот так выглядит само размытие. Но чтобы добавить какого-то Motion Effect. Чтобы это выглядело как будто ветер очень быстро расщается. Можно еще использовать Rotation Over Lifetime. Нужно разделить оси. И выставить в оси Y. Rotation на допустим минус 270. И сейчас это выглядит как будто ветер очень быстро вращается вокруг вот этого Расанхана. Вышел вот такой вот Расан Сюрикен. Изменяя размер эффекта можно добиться совершенно другого результата. Как и изменяя саму текстуру. Вот например на вот такую. Более мультяшную. На этом все. Спасибо за просмотр. Как обычно я загружу этот эффект на свою страницу Patreon. Увидимся в следующих видео. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok